Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Когда мне нужно вставать 6 утра на работу или куда-то по делам, я сплю крепким сном младенцем. Стою очень тяжело, независимо от того, во сколько ложусь в 9 часов вечера или в 2 часа ночи. Сплю всегда хорошо, именно когда надо вставать на работу или по делам. Но в выходные просыпаюсь в 6 утра, у меня нет такого сладкого сна. Я мечтаю также сладко спать и в выходные, но у меня не получается. В выходные я встаю в 6 утра, а потом засыпаю днем. От этого я не в восторге, с чем это связано, с чем я хорошо сплю, только когда мне куда-то надо. Если честно, то для меня все является достаточно очевидным. Я ни в коем случае не хочу как-то обижать вас или ни в коем случае не хочу как-то навязывать вам свое мнение. Поэтому то, что я скажу, это исключительно, скажем так, какой-то мой взгляд на ситуацию. Какой-то мой взгляд на то, что происходит, не более того. На мой взгляд, то, что вы описываете, является проявлением, скажем так, жертвенности вашей. То есть, вот, дело в том, что для вас в этом смысле нормально вставать в 6 часов утра, потому что вам куда-то надо. То есть, это нормально вставать в такое время. И нормально вставать тяжело. То есть, таким образом вы, как бы, демонстрируете то, что для вас все спокойно, когда вы заняты, для вас все спокойно, когда вам куда-то нужно, для вас все спокойно, когда у вас есть дела, условно говоря. И напротив, для вас все спокойно, когда дел нет. То есть, вот, в момент, когда дел нет, вы чувствуете некую тревожность. Как это мне никуда не надо. Как это, вот, мне не надо куда-то идти. Как это мне не нужно что-то делать. То есть, это, вот, к сожалению, история про то, что вы должны быть все время чем-то заняты. Если вы ничем не заняты, если у вас, ну, вот, как-то свободное время, да, если, грубо говоря, день принадлежит вам, вот, то начинается тревога, какая-то я неправильная, например, что-то со мной не так, например, и вообще веду я себя, ну, как будто бы делаю что-то ненормальное. По крайней мере, как это выглядит. То есть, вы привыкли как-то вот бороться, вы привыкли как-то вот преодолевать, вы привыкли как-то вот требовать от себя чего-то. То есть, по сути, вы здесь, я бы сказал, транслируете такую позицию, что в жизни все дается тяжело. по сути. И вы данной позиции исследуете. Да, возможно, это связано с тем, что вам по жизни действительно приходилось и приходится многие вещи преодолевать. Да, возможно, вам по жизни действительно приходится постоянно как-то вот сталкиваться с трудностями и постоянно сталкиваться с, ну, например, долгом. То есть, ну, то есть вот с чувством долга приходится вам сталкиваться и приходится сталкиваться с необходимостью. Вот вы так как-то привыкли к этой необходимости, что когда ее нет, вы чувствуете себя несколько тревожным. Вместе с тем, когда вам куда-то надо, это элемент определенности. Ну, то есть, вы знаете, что вам надо вот туда, вы знаете, что вам надо вот заниматься чем-то, ну, чем-то, ну, чем-то конкретным. Вот. То есть, все здесь, условно говоря, понятно. И, напротив, когда у вас выходной день, необходимости нет, все более непонятно. То есть, по сути, речь идет о том, что вы как бы не умеете отдыхать. Вот. Потому что отдыхать, это тоже искусство. Отдыхать, это тоже нужно уметь. Если большую часть своей жизни вы работаете, ну, в смысле, вкалываете, вкладываетесь, если большую часть своей жизни вы делаете именно это, то я несколько не удивлен тому, что вы так реагируете на выходной. То есть, по факту, по факту, когда у нас выходной день, то мы остаемся наедине с собой. когда нам никуда не надо, мы сталкиваемся со своими поприемностями, со своими желаниями, мы сталкиваемся со своими предпочтениями, мы сталкиваемся со своими ценностями, ценностями, мы сталкиваемся с собой. И вам, по-видимому, сталкиваться с собой несколько нелегко. Вам, по-видимому, сталкиваться с собой достаточно сложно. иными словами, есть что-то, что вы в себе не принимаете. Иными словами. И вот, на мой взгляд, вам, если на что-то и обращать внимание, да, то на это. Что вы в себе не принимаете, что вы в себе отторгаете. Ну, например, вы можете отторгать в себе право на отдых. Допустим, то есть вы не даете себе возможности отдыхать, к примеру. Вы запрещаете себе отдыхать, например, или вы считаете, ну, или вы считаете, например, что отдыхать вам, ну, не нужно, да, то есть вы считаете, что не заслуживаете, например, права на отдых и так далее. Вот. Может быть такая история. короче говоря, короче говоря, когда дело доходит до отдыха, вот, то есть когда дело доходит до того, что надо бы вам отдохнуть, расслабиться, у вас появляется тревога. Возможно, тревога связана и с другим, с тем, что есть свободное время. То есть если у человека есть, к примеру, сложности с распределением или структуризацией своего соборного времени, а такие проблемы, к сожалению, присутствуют у некоторых людей. Но если такая проблематика есть у нас, то это тоже может служить по факту основанием для того, чтобы испытывать проблемы с высыпанием, проблемы с релаксацией и так далее. к сожалению. Вот. То есть тут нужно, ну я бы сказал, что здесь нужно как-то в целом смотреть на то, как организована ваша жизнь, в целом нужно смотреть на то, как вы сами к своей жизни относитесь. здесь нужно смотреть в целом как она у вас выстроена, каким образом она у вас выстроена, я имею ввиду вашу жизнь. Вот. И я думаю, что здесь мы уже сможем увидеть то, что является как бы чем-то вроде основанием, да, чем-то вроде основанием для расчета такого состояния. Само собой, само собой, что возможны и другие причины, причины, о которых например сейчас я не сказал. Само собой возможны и другие причины. Но вот так на скидку, исходя из описания того, что вы говорите, я думаю, что общая картинка выглядит примерно таким образом. на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему вопросу, ой, по моему ответу, простите, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. удачи, удачи.